как вот понять что это утешение духа святого а от духа святого или это все-таки само внушение потому что люди то тоже этим пользуются у них тоже это работает но в чем тогда разница в чем тогда вообще смысл патр андрей ответит у него есть сны божественные самосознание самонаблюдение христианское не само внушение я не уверен что само внушение работает само внушение это когда это как было с моим с моей собачки которая когда мы говорили идти на место на засовыва голову под кровать она думала что если она никого не видит то ее тоже никто не видит мы тоже периодически проходим этот момент обычно в детском возрасте и и само внушение это это путь такой к разочарованию в конце концов то есть можно убедить себя что ты миллионер что ты здоров и так далее но при этом болеть при этом все равно быть и в конечном стоге стать посмешищем вас посмешищем для людей поэтому я очень осторожно отношусь таким вещам как практике там самовнушение тем более что намного легче и приятней действительно действительно двигаться в духе и как уже здесь было сказано совершенно справедливо именно слово божий является навигатором вот это библия говорит слово твое светильник ноге моей и здесь нужно слово и нужно мое действие вот в отношении этого слова а конкретно искренность если говорить какое действие нужно то бокс искренне поступает из то есть я должен быть прежде всего искренним и и тогда когда искренне начинаю искать то бог идет навстречу то есть обучение происходит с того мира я имею ввиду с той реальности с божественной реальности не бывает такое чтобы мы как слепые котята ходили а бог он не помогал нам вот здесь же начинается то есть я руководствуюсь словом если я что-то в моей практике есть что идет в противоречии со словом божьим то тогда да тогда будет проблемы но если я выравниваю каждый раз свой путь то я понимаю что бог выходит меня навстречу и начинается водительство духом божьим то есть он начинает начинается обучение одно из имен его кстати это учитель он также учит нас дух святой он учит нас или сказано помазанный который мы принимаем он учит нас изнутри но это как с велосипедом если ты не крутишь педали он не едет никуда здесь нужно начать действовать начать делать вот и тогда начинается результат одна из проблем которая сейчас существует это есть такой дух мы за в кавычках духа или на самом деле такой есть которого можно назвать как такой а как духа как-то который люди постоянно прячется за это слово как 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 и в результате они но остаются на этом уровне а надо сделать шаг даже в числе человек играет в буллинг у первый раз пришел он бросает шар и он удивляется как по какой невероятной траектории он летит мимо кегель который кажется трудно не попасть но если он не остановится и будет продолжать то каждый выбить strike это всего лишь вопрос времени не может быть такого чтобы ты не попал надо просто повторять это чаще и то же самое здесь нужно просто не останавливаться в своем духовном поиске и не только пытаться накормить свой ум какими-то ум всегда сомневается вот он будет постоянно сомневаться но вот твой личный духовный опыт он в конечном итоге поможет избавиться от сомнений ума единичка у тебя комментарии есть я вообще думаю что утешение когда нам она нужна вот она же нам нужно когда мы проходим какие-то трудные времена когда мы проходим определенные страдания до когда мы действительно проходим борьбу со своим со своей плотью до своим недовольством со своим эгоизмом то чем мы боремся всю свою жизнь до и в принципе или или когда допустим болезни до какие-то у нас у близких до когда дьявол выступает когда происходит гонение допустим да или когда муж алкоголик а тебе нужно действительно стоять в вере и видите вот глазами бога в победу ту победу которую действительно бог для него уже имеет вот и в такие времена бог приходит действительно с утешением утешение для меня вот дух святой утешить утешитель это мама вот знаете вот есть у нас попада бог дух святой это вот больше да такая мама которая обнимет и скажет андрюша я тебя так люблю ты все пройдешь и это дух утешения который всегда даст победу в конечном итоге написано что да отец вам пошлет утешителя который наставит вас на всякую истину то есть не просто утешение а в конечном итоге он даст слово на которое ты встанешь и ты победишь я просто хочу пример привести вот потому что утешение она же может быть не только вот да такой вот ты мой хороший к ты м сладко да ты мой дорогой да это утешение может быть с юмором когда бог перефокусирует его тебя с проблемы на победу да и делает иногда это очень весело я просто сейчас расскажу ситуацию как это было вот с моим супругом пастором владимиром да он проходил болезни такую смертельную действительно после реанимации несколько недель мы стояли боролись действительно он фактически не мог молиться я была рядом дам молились на языках все время пребывали в слове да в хвале богу и в какой-то момент у него пошло улучшение а потом резкое ухудшение извините открылся понос это был очень плохой признак очень плохой да и я в этот момент читала про давида конечно же первое царство то было вот и там 17 главе я читаю да когда давид выходит на встречу с гляфом и говорит кто этот не обрезанный филистимлянин который поносит воинство небесное я читаю это я понимаю бог не прямо сейчас как вот мечом он дает это слово которое отрезает всякое сомнение я подхожу к мужу возлагаю руку и говорю всякий поносящий дух пошел вон кто ты не обрезанный филистимлянин который это было так весело я утешение юмор от бога вот действительно вот в нужное слово вовремя знаете как яблоко вот в драгоценных сосудах юмор вообще мне кажется спасает от очень многих трудных я бы хотела тоже все-таки подытожить в том плане что самовнушение да и вот и утешение от бога я я хотела бы подчеркнуть такую мысль что утешение и работа духа святого она на 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 всех уровнях личности идет потому что о том что мы разные сердце у нас может быть одним наполненная душа там в разум другим говорит например соломон да когда он говорит и при радости иногда там щемит сердце там и при смехе бывает печаль то есть у нас есть такие слои и мне кажется что когда человек говорит вот самовнушение да то он работает только в основном к сожалению на уровне мозга на уровне головы мы все с этим сталкиваемся есть известные известная притча христианская о том что харизмат попал там в ад сидит там и говорит я не водой мне не жарко как бы то есть просто как отрицание действительности в этом смысле самовнушение может быть может быть другим например что человек напоминает себе какие-то вещи в этом нет ничего плохого вот то есть как бы эти вещи реальные и он и он напоминает их и тогда это может сработать да то есть он как бы ударом вы выбило его из обычной колеи из его обычного состояния и он все так я возьми себя в руки я мать я отец мне нужно кормить детей до мне не будь тряпкой там все он как бы вот это как бы правильное самовнушение на самом деле и я считаю что вот правильное такое самовнушение дух святой поддерживает потому что вот как сказано в 16 главе послание евангелие от иоанна иисус говоря о духе святом он говорит он поддерживает всякую истину вот я просто верю что со всеми людьми знающими ими иисуса не знающими имя иисуса дух святой работает потому что он постоянно наши сердца направляет к истине к утешению к надежде постоянно постоянно трудятся над этим и и с теми кто знают его имя и не знают особенно проявляя свое милосердие поэтому в этом работает но глубже очень часто люди не пускают эту работу и важно чтобы это было ну вот если это утешение соответствует истине то это очень важное замечание я считаю но иногда утешение это как антидепрессант такое но это тоже как отрицание да все-таки истинно дело в том что я раньше плохо к этому относился но там послушал специалистов и понял что некоторым людям это необходимо антидепрессанты некоторые люди да как бы мы мы можем смеяться над ними так далее но если мы не были может быть в их состояниях мы не понимаем насколько тяжелое состояние да и здесь надо понимать что некоторым это но единственно что мы должны понимать что антидепрессант он не прибавляет любви да он не прибавляет ничего он успокаивает но он не прибавит он снимает часть боли на самом деле все снимает больно не меняет не меняет сердце и вот и здесь то что я вот хотел сказать что я согласен стать сюда это правильно по что я тоже обобщил когда сказал что что самовнушение – это плохо. Самовнушение – это как антидепрессант. Как говорят, жизнь хорошая и прекрасная, если правильно подобраны антидепрессанты. Это иногда даже нужно. Но мы должны быть нацелены на то, что меняет сердце, наше сердце. То, что меняет наше сердце, меняет нашу жизнь навсегда. Есть же такие вещи, говорят, например, синдром предпринимателя. Это человек, когда он находится все время под ответственностью, у него есть люди, он ответственен за них, финансовые обязательства и так далее. И все это все время на нем. И любой уже звонок телефона, он уже сразу отзывается какой-то болью в сердце. Опять телефон звонит. И уже сразу и вот так вот сковывает. Я встречал таких людей, знаю, что как раз одним из рецептов, которые мне выписали, это антидепрессанты. Одна таблеточка в течение недели работала, и человек смог шаг за шагом двинуться дальше и все. Потом немножко перестроить свои приоритеты, расставить верно свою работу. И все сложилось, все получилось. Субтитры сделал DimaTorzok